всем привет сразу хочу сказать спасибо всем тем кто смотрит эти ролики и пишет комментарии мне жутко интересно читать эти комментарии ваши и иногда это даже еще идет в ущерб моей работе потому что нужно заниматься одним делом собственно моей работой а я сижу читаю комментарии ну потому что интересно сам иногда пишу но очень редко так что извините просто не хватает времени на в процессе постараюсь по возможности отвечать на большинство на комментариях ну и спасибо всем тем кто поддерживает данный канал как это сделать написано под каждым роликом очень просто я буду весьма признателен вам за это но поддержка это не главное главное интерес и общение человек существо коллективное кто бы что не говорил и ничего нет выше человеческого общения на самом деле ничего нет интереснее приятнее и важнее вот что я хочу сказать ну а сейчас покажу пластинки дэвида болвы у меня их много у меня они практически все собраны но за исключением бесконечного количества концертных пластинок которые выходят каждый год по одной по две появляются разные 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 не успеваю всех их покупать да и денег иногда не хватает на них ну кое-что в общем из новоизданного есть но при много пластинок дэвида болвы у меня я дико люблю этого человека какую вот какую взять вот эту или вот эту они в разных видах даже существует у меня в оригинальном варианте и варианте переиздания ремонтированная звучит кстати очень хорошо мне очень нравится звук отличается немножко от оригинала обложка не отличается никак но звук хороший вполне 1974 год великий певец без юмора я без иронии говорю я действительно считаю дэвида болвы одним из выдающихся певцов рок-н-ролла ну и артистов в целом если говорить не просто певец а артист музыкант композитор что только он не делал чего только он не придумывал это был был и есть фантастический человек один из действительно настоящих героев рок-н-ролла глыба да что говорить все это и так знают без меня что это буду глыба не глыба просто замечательный музыкант величайший один из много могу раз повторять это и так 74 год пластинка diamond dogs алмазные псы алмазные псы это кто это женщины в прочтении в контексте данного альбома это женщины но это еще название обозначение к чайна корректная вежливая потому что среди панков где я вращался в кругу панков где обращался где-то начиная с 77 года прошлого века по наши дни потому что панки мои старые друзья никуда не делись правда многие умерли кое-кто уехал за границу но большинство осталось здесь из тех кто выжил андрюша панов к сожалению покойная уже не принимает участие во всеобщем висеть так вот в кругу этом самым кругу андрюша панова женщин назвали жабами не то что там diamond dogs а жабами надо сказать что никто из женщин с которыми мы тогда общались на это не обижался ну жабы и жабы и нормально весело и хорошо и андрюша панов говорил такую фразу произносил все время радоваться надо радоваться надо великая фраза андрея панова свина и вот эта пластинка она полностью соответствует фразе андрюши радоваться надо потому что пластинка по содержанию чрезвычайно мрачная чрезвычайно заупокойная я бы сказал безысходная и беспросветная но при этом это одна из самых рок-н-ролльных записей дэвида болуи одна из самых ярких и они не все нравятся пластинки болуи у него в каждой пластинке открытие в каждой что-то новое что-то интересное безумно талантливое если говорить небосредственно о музыке а рок-н-ролле то это пожалуй самый рок такой вот рок рок-н-ролльный альбом яркий гитарный жесткий мажорные очень при всей при всем мраке того о чем здесь поется и что подразумевалось дэвидом боури при сочинении данного альбома дико интересная рок-н-ролльная музыка настоящий дэвид боу здесь играет на гитаре помимо всего прочего помимо клавиш помимо саксофона и на чем он еще здесь играет на чем еще здесь играет гитара саксофон мук миллотрон до достаточно палитру делает очень яркую при этом и гитары и саксофоном здесь нет других других гитаристов играет на гитаре один дэвид боури играет очень неплохо надо сказать очень неплохо очень рок-н-ролль на очень вместо очень очень все по месту все как надо ничего лишнего но и недостатка нет а то бывает что человек играет две ноты и говорит ну я не играю ничего лишнего а здесь он играет много боури играет много но не играет лишнего но недостатка в гитарном звуке нет очень плотный гитарный звук везде жесткий такой подгруженный очень хороший риф и играет боури соло играет здесь с разными тембрами очень даже хорошо очень даже хорошо на саксофоне он играет тоже неплохо вполне саксофона тоже здесь много клавишных все в порядке но на клавишных здесь играет единственный человек еще кроме боури май гарсон из состава предыдущего эти самые пауки с марса спайдерс спайдерс ром марс все остальные в стороне и тони ньюман ударные энсли дон бар замечательный барабанщик о котором я буду говорить еще отдельно с кем он только не играл начиная от сольных проектов и грэм бонд organization и джон майл и и фрэнк заппа и много где еще ну вот из боури тоже хирби флауэрс бас майк гарсон я сказал уже клавишный и боури гитара сакс мук и мелатро как вы знаете пластинка должна была быть музыкальной музыкальной иллюстрации к роману джорджа орвелла 1984 но не сложилось потому что там проблемы с авторскими правами личное мнение сказать правообладательницы текста этого романа но получилось вполне все равно получилось все равно на анти найти for половина песен прямо отсылает к роману орвелла вторая половина тоже отсылает к роману орвелла но уже своими мыслями дэвида боури хотя первая половина тоже все все идет через боури он не цитирует нигде роман здесь и пластинка в в этом смысле очень актуально потому что о чем поется здесь о чем пишется в романе орвелла пост апокалиптическом обществе в котором мы все с вами в общем-то практически живем я не знаю как это сказать постиндустриальное общество или какой-то какой-то сверхиндустриальное но то безумие которое происходит сейчас в мире везде причем везде подчеркну она абсолютно здесь в общем-то описано но новости обычно говорят о ужасах происходящих в нью-йорке в париже в лондоне там вот эти вот гендерные всякие дела трансгендерные парады и все остальное все остальное здесь это все есть да но помимо этого big brother большой брат следит за нами и вспоминая андрея панова все это очень рок-н-ролль на его здесь рок-н-роллу посвящает достаточно много сама песня рок-н-ролл with me прекрасная замечательная первая на второй стороне медленная с фантастическим просто с фантастической акробатикой вокальный дэвида боу и он показывает на этой пластинке он показывает такие возможности своего голоса как в которых не знаю ну на ханки дори может быть это есть на ханки дори более камерный альбом все-таки камерный красивый барочный такой а здесь чистый рок-н-ролл от души громко прямо вперед лом с гитары отчетливо все сделано отчетливо таинственное начало с монологом дэвида боу о том кошмаре который происходит вокруг кстати говоря джордж орвелл о чем ведь писал о чем писал джордж орвелл запрещена книжка была советском союзе он писал ведь не о москве не о ленинграде он писал о лондоне о париже о нью-йорке о киеве о москве о ленинграде об амстердаме а чикаго а брюсселе о любом месте планеты о любом месте планеты это планетарного масштаба штука потому что человечество везде в общем-то одинаковые проблемы и пути развития или пути падения это человечество они в общем все так сказать обтекают нашу планету и примерно все одинаково diamond dogs решительный рок-н-ролл в широком смысле этого слова не трехаккордные да не не бил хейли а настоящий гитарный рок-н-ролл очень похожи на rolling stones здесь перекличка с предыдущим альбомом элладин сейн идет потому что там группе rolling stones очень много места уделено и вот diamond dogs песня она похожа по манере по плотности на rolling stones был конечно по-другому поет но потом начинается sweet thing и вот здесь опять вокальная акробатика длинные ноты верха чувство драматургия великолепная просто великолепное произведение хотя и мрачная кандидат в которого переходит sweet thing еще более мрачная штука о том как молодежь проводит время и что молодежи надо вообще-то можно выйти на улицу посмотреть особенно ночью особенно куда-нибудь в район гостиного двора в район ночных клубов любых и все и мы увидим и sweet thing и кандидат и все остальное прочее sweet thing реприза пятый номер кандидат переходит но это вообще такая сюита грандиозная sweet thing кандидат и финальное завершение возвращение к sweet thing прекрасная длинная сюита прямо такой мини спектакль в пластинке и кончается очень крутым авангардным но изом гитарном дэвида боуи как он накрутил эти тембры это никто не знает кроме боу и висконте который продюсировал этот альбом очень кайфовый просто но из но не просто но из а такой по нотам все сделано такой то не то тонированный но из очень-очень красивый очень интересный rebel rebel опять возвращение к рок-н-роллу опять возвращение к такой эхо rolling stones ну и тема примерно такая же песня как рок-н-ролл with me я уже сказал один из критиков написал что эту песню мог спеть и элтон джон но элтон спел бы ее помягче конечно по так сказать по изысканней не по изысканней нет с изысканностью здесь все в порядке у бога он кого хочешь перепери изысканит на самом деле но элтон бы конечно более округло все это исполнил а здесь очень жестко прямо дерзко и очень красиво и очень классно спета я повторюсь еще раз we are the dead еще одна медленная песня но очень мрачная очень мрачная и отличная продюсерская работа висконте с этим с легкой реверберации который дает такой такой воздух такой таинственность обработан голос очень интересно очень мрачная we are the dead ну а что еще как еще можно сделать найти на эти for шикарное произведение с оркестром быстрая ядовитое мрачная извращенная диска можно так сказать но гитарная из со струнным оркестром оркестровка тони висконте а на гитаре здесь единственная песня где был вини играет на гитаре хотя он видимо играет но основную партию играет алан паркер такой фанково диско риф с квакушкой такая ритм-гитара сумасшедшая совершенно невероятная так очень сложно сыграть ритм-гитара это вам не шуточки это не просто там аля-ля-ля-ля-ля-ля-ля надо уметь еще с правой рукой работать с левой рукой работать там все не так не так-то просто но здесь очень здорово сыграно и big brother заканчивается странным посылом таким chant of the ever circling skeletal family странный авангардный кусочек на полторы минуты вот big brother это как раз обращение одновременно и к богу и к большому брату и богу и поет что господи если бы ты видел то что происходит у тебя бы случился передоз большой брат мы любим тебя но большой брат это читайте орвала поймете кто такой большой брат он следит за мной следит за тобой следит за всеми и мы тебя любим большой брат поет дэвид боуэ и пишет орвал не надо политики не надо социологии очень кайфовая рок-н-ролльная пластинка одна из самых как я уже сказал рокова гитарно отвязанных и очень красиво пошел пить пока друзья